Александр Невский почувствовал, что надо смирить гордыню. Мы не знаем на самом деле, что означает слово «русские». Версий много. От повести временных лет дальше вверх, в сторону Рюрика, начинаются легенды. Ставилась задача обращения Руси в католическую веру. Чему это могло привести? Вспомним Данилу Козловского в роли Владимира Крестителя. Одному старшему мельнице, второму поля, третьему дом. А самому младшему что? А младшему кот в сапогах. Они создадут колоссальное, самое большое государство, самую большую державу в человеческой истории. Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш курс, сверхкраткий курс рассказов из русской истории, в котором мы попытаемся обзорно посмотреть на всю русскую историю от момента зарождения русского государства до сегодняшнего дня. Мы остановились с вами на смерти Александра Невского в дороге, в пути 42 года. А что в это время происходило вообще на Руси? С одной стороны, так называемая феодальная раздробленность. Раздробленность, я подчеркну, только в политическом смысле. В духовном, в религиозном. Русская земля оставалась единой. Это единая культура и самый главный фактор той поры – единая православная вера. Единая церковь, как институт, которая стягивала распавшиеся на кусочки части русской земли отдельные княжества, находящиеся в зависимости от Орды. Которая заключалась в необходимости князей согласовывать кадровые решения. Они должны были утверждаться на княжеском столе. Сначала в Каракаруме, а потом в столице уже Золотой Орды, после распада империи чингизидов. Второе – они должны были обеспечить регулярное поступление Дани, ордынского выхода. И третье – принимать посильное участие в военных операциях объединенного командования, то есть объединенной армии чингизидов. Скажем откровенно, с этой третьей функцией русские князья справлялись не особенно успешно. Как могли, они участие в этих объединенных военных походах игнорировали. Это будет очень грубая аналогия, очень грубая. Но как зависимость сегодня некоторых квази-суверенных государств Соединенных Штатов Америки? Непрямая, косвенная, но полного суверенитета нет. Часть территории оказалась в вассальной зависимости от Орды, а часть западных земель была очень быстро захвачена Литвой и Польшей. Произошел классический территориально-политический передел. И сформировалось на русской земле два центра силы. Великое княжество Владимирское, будущее Великое княжество Московское, а второй центр силы – Великое княжество Литовское, где литовцы были правящие династией, а на 9 десятых оно состояло из русских земель. Язык был русский. Дело производства велось на русском языке. 90% православные, сами литовцы были язычниками, у них там такое было довольно странное языческое поверие. Много чему они поклонялись, даже священным ужам. За кем пойдет русская земля? За Литвой или за Москвой? Это и лежало на чаше истории. Александр Невский – основоположник Московской династии. Как помним с вами, передал Москву в удел, создав княжество своему младшему сыну Даниилу. Это была часть течения Москвы-реки с маленькой крепостью, городком Москва и второй городок Звенигород. На юге княжество упиралось в Рязанские земли, Большое Рязанское княжество, а на западе – в Смоленске. Но давайте сейчас сразу костяк нашей истории пофамильно воспроизведем, чтобы понять, кто шел после чего. Итак, Александр Невский – основоположник Московской династии Рюриковича. Сын его – Даниил. Первый московский удельный князь. Стать великим князем Владимирским он не смог. Не получилось. После Даниила правило два его сына последовательно. Мы, кстати, помним с вами, что специфическая система наследования в древнем русском государстве не от отца к сыну, а, как правило, от одного князя к младшему брату. Сначала все братья должны были пройти по лестнице наследования, а потом сыновья. Это порождало, кстати, огромную путаницу. Два сына. Первый сын – Юрий, и второй сын – Иван Калита. Это не фамилия, это прозвище. Затем точно так же правили два сына Калиты. Первый сын – Семен. Его еще называли Семен Горды. Ну, прозвище отдали после смерти. Вообще, чтобы вы понимали, все эти Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский, Юрий Долгорукий. Как правило, все эти прозвища давались не при жизни, либо гражданами, как бы сейчас сказали, либо историками, чтобы легче было разобраться. Семен Горды. И второй сын – тоже Иван Красный. И далее последняя фамилия, хотя это не фамилия, а тоже прозвище, которое знает каждый в нашей стране, даже тот, кто никогда не учил историю. Дмитрий Иванович Донской. Вот видите, как все просто. Александр Невский, Иван Калитаеву – внук, Иван Красный – правнук, а Дмитрий Донской – праправнук Александра Невского. Вот теперь, когда мы нарисовали с вами костяк русской истории за эти примерно 150 лет, немного конкретики. После монгольского нашествия происходила борьба между русским севером и русским югом. Под русским севером мы подразумеваем северные земли, причем не Новгород, а Москву, северо-восточные земли. А под русским югом предполагаем территорию современной Украины, которая тогда не существовала в самых далеких планах. Киев, Чернигов, Калич, правильно сказать, юго-запад. Южные земли, конечно, богаче. Плодородная земля, черноземы. Северные земли безопаснее. Там леса, меха. В северных землях немножко другая система организации власти. Конечно, северо-восток – далекая провинция. Там хорошей земли не хватает. Все уже распахано, поделено, все хлебные места заняты. Поэтому самые инициативные бояре или князья, у которых нет большого наследства, они просятся на северо-восток. Самые инициативные люди вместе со своими небольшими дружинами, отрядами едут туда. Это земля русская, земля старинная. Вот возьмите, например, Ростов. Упоминается впервые в 862 году. А это, помните, это тот год, когда Рюрик прибыл в Новгород. Город Суздаль. Сегодня малюсенький городок. Но Суздаль – древний город. Мы в следующем году собираемся отмечать ему тысячу лет. Он старше Москвы. Ярославль – тоже северная земля. Ярославль основан легендарным Ярославом Мудрым. Города эти древние русские, но населения мало очень. Леса. Торговли особой там нет. По крайней мере, в те времена, когда активно работал путь из варяг к греки, к Днепру. Поэтому туда идут самые инициативные. И вот мне очень нравится история, что освоение русского северо-востока, но это как освоение Северной Америки и Соединенных Штатов выходцами из Европы. Поэтому мы относимся с северо-восточной Русь в каком-то смысле к Руси Южной, как Соединенные Штаты к Англии. Хотя это очень натянутая аналогия, потому что во времена Рюрика на северо-востоке Руси уже были небольшие города. Просто поток переселенцев все время увеличивался. Сначала потомки Владимира Мономаха правили в Ростове, даже в Переяславле небольшом городке. Потом они переместились в Суздаль, потом Владимир. И земля эта все время называлась по-разному. То Ростовская земля, то Владимирская, то Владимира Суздальская. Александр Невский, когда получил в Каракаруме ярлык на Великое княжение так называемое и стал Великим князем Гиевским, вообще решил в Киев не ехать. Город ему этот был неинтересен. И он остался сиролком, с правами на Великое княжение, остался у себя дома во Владимире. Центр силы вот с этого момента начал окончательно перемещаться из Киева во Владимир. Роль Москвы, доставшаяся, как кот в сапогах, в удел двухлетнему сыну Александра Невского в Данииле, роль Москвы настолько велика в собирании русских земель. и наше вообще изложение истории является настолько москвоцентричным, что я не смогу не рассказать об этом немного подробнее. Кому-то из вас напомню школьный курс истории, а многим, может быть, расскажу что-то иное. Мы не знаем, в каком году была основана Москва. 1147 год абсолютно условный. Согласно летописным преданиям, в этом году князь Юрий Долгорукий пригласил на пир или на обед торжественный своего союзника, отца князя Игоря, того самого князя Игоря, который «О, дайте, дайте мне свободу». Пригласил к себе пообедать. Звучало это так «Приди, братья, ко мне в Москов». Москов это было некое селение, принадлежавшее вассалу Юрия Долгорукого, боярину Кучке. Поэтому иногда называют его Москов, а иногда Кучкова. Но князь Юрий назвал это Москов. И это первое упоминание Москвы. Обед был силен. Юрию Долгорукому преподнесли в подарок охотничьего барса. Была такая мода охотиться с помощью кошачьих. Традицию хлебосольного поведения задал Юрий Долгорукий. Но основывать столицу он там совершенно не собирался. И больше ни разу в своей жизни в этот городок Москов очевидно не возвращался. Наоборот, у него была такая идея, как потом у Петра. Он строил себе какой-то невероятный замок, сад неподалеку от Суздаля и, возможно, хотел там себе создать княжи форпост. Не получилось. Что же касается возраста Москвы, безусловно, авторитет академик Янин проводил исследование предметов, найденных в ходе раскопок в центре Москвы. В частности, там были во время исследования древнейшего московского детинца найдена киевская свинцовая вислая печать. Янин абсолютно точно имени княжения Святослава Изяславича. Это примерно конец XI века. Как минимум на 50 лет старше, чем достопамятный обед двух князей в городке Москов. Крепости не было поначалу, но сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, старший брат, сел до Большое Гнездо, очень много сделал для развития Владимирской земли, строил храмы, обустраивал Владимир и Суздаль, Золотые ворота не много не мало при нем построили, как в Киеве, укреплял мощь Владимира Суздальской земли, еще не будучи великим князем Киевским, заехал в городок Москов и, как пишет летописец, цитирую, взыдя на гору и обозре сня отчима своими по обе стороны Москвы реки и за неглинною, возлюби села он и и повеле сделать град мал деревян. Перевожусь от того прекрасного красивого старославянского на современный городской. На стыке неглинки и Москвы реки повелел построить маленькую деревянную крепость, пограничную, военную. Во время монгольского нашествия в 1238 Москва, точнее говоря, эта маленькая деревянная крепость была сожжена. Как там еще собирать эту русскую землю? Какая русская реконкиста? Тут выжить бы. И тем не менее Москва чудеснейшим образом стала постепенно становиться все больше и больше, сбирая вокруг себя раздробленные русские земли. Итак, штамп из учебника. Собирание земель вокруг Москвы. Как представьте себе, можно было вот так взять и начать собирать владение земли недвижимость, имущество вокруг крошечного небольшого сожженного татарами городка? Собственно, возможностей собирать землю было несколько. Во-первых, получить в наследство, в удел, как приданное, например. Второй вариант просто купить. Можно было купить какой-то кусочек, купить деревеньку, купить несколько сел, так потом будет поступать Иван Калита. Потихоньку клочками выкупать собственность соседей других князей вокруг Москвы. Третий вариант взять под протекторат военный или экономический. Для этого надо, чтобы соседу что-то было очень надо. Защита от врагов, денег в долг, возможности расплатиться по налоговым недоимкам перед Ордой, например. И если у тебя есть финансы, отношения и тебе доверяют, то ты таким образом постепенно забираешь соседа под свою защиту, а затем и впитываешь его в себя. Но это долгий, сложный, мягкий путь. В-четвертых, можно просто завоевать, как принято было всегда, а уж в средневековье тем более. С завоеванием есть проблема. Если даже ты завоевал соседа, это завоевание нужно будет поехать утвердить вставку хана. Ну и, наконец, получить ярлык на управление. Было такой способ, для этого надо доказать в Орде, что ты можешь управлять этой территорией лучше, чем действующий князь, что князь готов, ну, либо нет, это вымороченное владение, умер без наследников, например. И не надо туда никого искать, отдайте мне, я буду нести все соответствующие финансовые и мобилизационные обязательства. Основных способов для Москвы увеличить свои владения было вот этих пять. Центров притяжения, сбора русских земель было несколько, об этом мы тоже подробно поговорим, но нам в учебниках школьных объясняли, как. Москва естественным путем становилась центром собирания. Это перекресток торговых путей, это удаленность от Орды, от Татар, соответственно, более безопасна, удобное географическое положение, все это обусловило пресловутое возвышение. Я в одном из школьных учебников прочитал феерическую историю про то, что Москва возвысилась благодаря бродам, или точнее говоря, одному броду. Кто знает примерно московскую географию, вот там, где Крымский мост и парк имени Горького, там Бродниковы переулки за Москворечья. И вот в районе этих Бродниковых переулков и были броды. То есть мостов не было, а когда купцы ехали со своим товаром, вот в этом месте они могли перейти Москву-реку в брод и двинуться куда-то там дальше по своим торговым делам. Не надо платить пошлину никому за переезд через мост. Каждый мост это пошлина, естественно. Мост кто-то построил и должен инвестиции отбивать. Такая своеобразная история. Все, что связано с удобством географического положения, это мертвые ходульные формулы, очень оторванные от жизни. Посмотрите, Тверь в гораздо более удобном географическом положении, чем Москва. На Волге еще защищеннее, еще дальше от Татар. Да и Ярославль гораздо удобнее. Какие на самом деле были причины возвышения Москвы? Первое. Москва не город в полном смысле этого слова. Москва основывалась как пограничная военная крепость. Ее так строили с самого начала. В ней вся власть принадлежит к князю. Никакого веча, никакой демократии, никакой болтовни. Есть человек, который принимает решения и несет полную ответственность. Как ни странно, именно такая система отсутствия городского самоуправления отличала Москву с первого дня своего существования и от Твери, и от Ростова. Но я уж не буду говорить про классические вечи, Пскова или Новгорода. Решения принимались быстро, а самое главное ордынцам, татарам, было понятно с кем иметь дело. Ведь в Твери как часто бывало? С князем о чем-то договорились, а потом вечи начинают мутить, как-то там поправлять. Князь пытается объяснить, что народ против, не понимает. Это никому не нужно было. Вот есть ответственный человек, который все решает и за все отвечает. Второе. Вещь довольно простая, но почему-то именно Москва использовала ее в максимальной степени. Именно московские князья с самого начала поняли, какую огромную роль в душе каждого русского человека играет православная церковь. И насколько важно привлечь иерарха в православной церкви на свою сторону. Ведь вера наших предков была очень простой и очень искренней. Есть рай, есть ад, есть благодеяние и грех. Что такое хорошо и что такое плохо, они понимали изнутри, не по Маяковскому, не по уставу партии. Они чувствовали это. В их сознании, как говорится, сковородки в аду, они по-настоящему шипели. И на них по-настоящему жарились грешники. И уж если священники, иерархи церкви выбирают Москву как главный город, значит, на самом деле это главный город. Значит, на самом деле не просто мы русские, с нами Бог, а именно Бог поддерживает москвичей во всем. Потому что церковь с Москвой. Московские князья сделали очень много для привлечения в Москву митрополита, православных святынь, и не случайно очень много святых, самых первых русской православной церкви, служили в Москве. В-третьих, москвичи очень гибки. О них не было никаких ни национальных, ни этнических, ни религиозных предрассудков. Московские князья, когда надо, женились на княжнах из Литвы. Сам Александр Невский братался с сыном Батыя, как мы помним. Четвертый фактор самый главный деньги. Москва получает ярлык на сбор средств налоговых со всех остальных территорий и централизованно передает их в Орду. Эта функция федеральной налоговой службы помогла Москве во всех отношениях. Во-первых, понятно, что собирая средства со всех и передавая в Орду, чуть-чуть московские князья оставляли за труды себе. Это чуть-чуть вело к постоянному обогащению московских князей и богатству московского княжества. Как ты не будешь платить Москве, когда Москва собирает средства не для себя, а для того парня? Причем парня, который шаг вправо, шаг влево, с такой тьмой придет к тебе разбираться. И Москва выступает не как кровосос, а как благодетель. Отказать ей нельзя. Лучше отдай москвичам, и они уж там как-то сами с монголами разберутся. Очень удобная для Москвы позиция и очень выгодная. Московские князья умели работать с людьми, как говорят сейчас. Когда Москва присоединяла соседние территории, всегда, и это будет вплоть до последних дней империи. Москва оставляла в присоединенных княжествах местную элит кооптировала их, возвышала, если они были лояльны, поддерживала, всячески привлекала активных бояр и князей с присоединяемых территорий и не делала, как в других странах, разницы между собственным боярством и боярством присоединенным. Такая позиция откровенно привлекала местные элиты. Они чувствовали себя вот в этом растущем постоянном государстве и востребованными и ощущали перед собой больше перспектив. Большая страна, больше денег, больше рынки, больше богатства, больше войска, больше безопасности. Московское государство уже тогда становилось страной возможностей для окружающих элит. Постепенно при московских князях формировалась хорошая команда. Много бояр не из рода Рюриковичи стеной таким образом стояли за своего князя. Ну и наконец, фактор личности московских князей это были люди долгой воли, как принято сейчас говорить. Люди хитрые, последовательные, жадные, но эффективные. Не случайно потом, как пишут некоторые следователи, московские князья долгое время вообще не называли себя Рюриковичами. Они подчеркивали свое происхождение именно от внука Александра Невского Калиты. Калитовичи писали себя московские князья. Наш великий историк Карамзин как-то заметил в своем бессмертном труде, что всем своим величием Москва обязана татарским ханам. Сказано ярко, тем более, что сам Карамзин, он же Карамурзин, он тоже из тех самых переселившихся в Москву татар. Да, Москва была в фаворе в Орде. Из поколения в поколение московские князья выстраивали отношения, но кто мешал выстроить такие же отношения другим великим князьям? Нет, это долгая и последовательная политика. И по большому счету своим возвышением Москва обязана не татарским ханам. Она обязана полностью себе. Требуется небольшое философское отступление. Я как-то слышал в разговоре академиков любопытную фразу «Истории, как науки, более не существует, остались одни нарративы». Что это значит? Ну, я не очень с этим согласен. История, как наука, безусловно, существует, но нарративы, повествования, истории, рассказы о произошедших событиях, в которые закладываются какие-то мировоззренческие постулаты, действительно, нарративы заполняют наше сознание, заполняют окружающий мир, и нам гораздо проще руководствоваться не сухой научной теорией, конкретными рассказами, повествованиями, нарративами о конкретных событиях, конкретных людях. И эти нарративы, цепляясь один за другой, выстраивают цепочку повествования. Нарративы эти могут быть весьма далеки от исторических фактов. Они могут заменять собой исторические факты и замещать собой лакуны, когда этих фактов не хватает, но когда хочется выстроить некоторую логику повествования. Приведу вам пример. Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Мы все прекрасно знаем историю про то, как Дмитрий Донской отправился перед битвой на Куликовом поле к Сергию Радонежскому за благословением на глобальное эпохальное сражение с ордынцами. Получил это благословение, получил двух воинов-монахов, вдохновленные с развернутыми знаменами, с княжескими стягами, выдвинулся навстречу Мамаю. Таков нарратив. Какие стоят за этим исторические факты, до сих пор спорят историки. Та эпоха, о которой мы беседуем с вами, это действительно эпоха нетвердых фактов. Это эпоха легенд, мифов, сказаний. Моя задача постараться эту историю нарративов преподнести вам максимально просто и увлекательно. Они искренне верили, что они не просто богатеют, присоединяясь к территорию, они выполняют глобальную миссию, возвращают земли своих предков. И эта вера, эти идеи, и было, наверное, одним из главных движущих факторов московского успеха. Ведь все-таки не деньги правят миром, миром правят идеи. И идея, которая овладела несколькими поколениями московских князей и московских элит, идея сбора отеческих земель, идея, что только увеличивая свои владения за счет возврата отеческих земель, они выполняют свою задачу перед Богом и перед людьми, именно эта идея, наверное, стояла главным стержнем того, почему именно Москва стала центром притяжения и центром роста. Александр Невский, младший сын его, получивший кота в сапогах, Даниил, он получает Московское княжество, до этого Москва не была центром княжества, но надо было как-то красиво назвать, все-таки княжи-сын, поэтому маленькая пограничная крепость деревянная становится центром виртуального достаточно крошечного княжества, во владениях два городка, Москва и Звенигород. Даниил Александрович был князем достаточно мирным, воевал он мало, хотя в летописи вспоминают одну его победу над татарами, в пределы его княжества вторгся какой-то татарский отряд, и Даниил в лучших традициях русских князей своей дружиной где-то там под Рязанью, даже выйдя за границы своего княжества, с этим татарским отрядом беспощадно расправился. Это не было официальное войско хана, какие-то инициативщики, которые решили подзаработать, пограбить русских, поэтому большая орда за этих ЧВКшников не вписалась. В 1300 году от той же Рязани к Москве отошла Коломна, первый новый город в основании будущей империи. Казалось бы, маленький городок сейчас на юге от Москвы, а на самом деле стратегически важен. Это Москва-река, и таким образом от Коломны через Москву и чуть дальше Даниил получал контроль над всем судоходством и над всеми товарными потоками. В 1302 году Даниилу повезло. Умер его родственник князь Переслав Залесского. Городок Переслав Залеский сегодня крошечный. Ну, тогда тоже, конечно, был небольшой, но это городок знаковый. Это родина Александра Невского. Это его вотчина. И таким образом, как наследнику, Даниилу переходит Переслав Залеский. К концу правления Даниила размеры московского княжества удвоились, но стать великим князем Владимирским ему не удалось. Зато это удалось двум его сыновьям. У Даниила сыновей было несколько, а на московском столе оказалось последовательно двое. Юрий Данилович. Второй спустя какое-то время Иван Данилович. Юрий Данилович пользуется плохой репутацией в нашей историографии, считается жестким, жадным, ябедником, который постоянно ездил в Варду жаловаться на своих соседей. Начал он сразу с наезда, пошел походом на соседнее Смоленское княжество и захватил Можайск, примерно там, где сейчас Бородино. Потом каким-то образом добился от Орды ярлыка на сбор податей с соседних княжеств, собрал деньги со многих, включая тверчан. А далее все, как у нас было в 90-е. Юрий Данилович решил в Орду эти деньги не везти. У него были там какие-то особые отношения с новгородскими купцами и отдать деньги в рост. Ну, покрутить их там годик, вернуться процентами. Когда его спрашивали, собственно, где деньги, Зин, он объяснял, что денег нет, тверчане не подвозят никак. В итоге в Орде тверской князь Дмитрий Грозный и очи, сбеленившись вот за такой бандитизм и прокрутку чужих денег, прямо на глазах у хана Юрия Даниловича зарубил. За такое самоуправство Тверского князя тоже предали жестокой казни тут же. А князем стал Иван. И вот это уже фигура очень интересная. Кстати сказать, это были два брата князя, которые друг другу помогали. Иван выполнял массу поручений старшего брата и всегда их выполнял эффективно. Когда же Иван стал великим князем, выяснилось, что человек он очень и очень необычный. Звали его в народе, естественно. Иван Данилович Калита. Это нечто Калита, где находятся деньги, мелочь. И эта мелочь, опять же, по одной версии, Иван Калита, потому что он ту мелочь всегда охотно раздавал беднякам и нищим, а с другой стороны говорят, что наоборот, он в этот карман постоянно собирал деньги со всех. В общем, Иван ассоциируется с большим кошельком, набитым монетами. Иван Калита очень нетипичный князь. Это князь, который решал проблемы не мечом. Как принято было в те средневековые времена, он решал проблемы рублем. Иван объяснял монголу, вот смотрите, раньше у вас была собственно налоговая служба, вы посылали баскаков с охраной, они там несчастные по городам, деревням ездили, их все обманывали, они ведь не знают с кого сколько брать. Кто-то припрячет барахло, кто-то начнет жаловаться на неурожай. Самим баскаком платить надо, работали не за оклад, а за процент. Риски большие, где-то убьют кого-то, кто-то потеряется, а кто-то сбежит с деньгами, не дай бог. А я все знаю, от меня деньги не утаишь. Поэтому я обещаю вам, что без всяких проблем, без всяких баскаков, я буду собирать для вас, предположим, 1200 рублей с вверенных мне территорий в год и лично привозить ежегодно. Проблем ноль. Естественно, такая система монголам очень нравилась. Перед Иваном Таниловичем открывались безграничные возможности для обогащения и усиления своего влияния в соседних княжествах. С другой стороны, для соседних княжеств в чем интерес? Вот приедут эти баскаки, что у них в голове? Понравится, не понравится, в каком настроении, как они произвольно начнут повышать требования к налогоплательщикам? А так все по-простому. Иван четко распределял вмененный налог. Налог тогда считался каким образом? У нас нету точных данных, честно говоря, но если речь шла о землевладельцах, то он, конечно, был привязан к объему обрабатываемой земли. Фигурируют разные суммы в разное время, естественно, в разных исторических документах. На каком-то этапе налог составлял примерно полгривны серебра за каждую саху. Саха это плавающая в разных регионах мера объема земельных владений, сколько примерно может сахой обработать одно крестьянское хозяйство, одна семья. Несколько десятков гектаров, судя по всему. И вот с этого владения землевладелец платит в Орду либо Калите в Москве. Можно, конечно, не платить. Но тогда придет карательная экспедиция. И Калита объясняет, ребята, вы хотите быть гордыми и мертвыми или живыми и спокойно растить свои семьи, своих детей. Вы мне отдайте деньги, а я решу за вас с монголами все проблемы. И даже если в какое-то время вы не можете заплатить, я сам за вас заплачу. Я сам с монголами разберусь. Во что вкладывал деньги Иван Калита? Иван Калита деньги не копил. Золотовалютных запасов ЦБ не создавал. Ненужным украшательством своей столицей не занимался. Он не строил храмов с золотыми куполами. То есть храмы он строил. Но только такие и тогда каменные, чтобы привлечь на свою сторону иерарха в церкви и чтобы они приезжали в Москву служить и здесь оставались. Более того, он выплачивал им специальные финансовые субсидии, лишь бы они переехали в Москву. И это у него получалось. Иван Калита руководствовался принципом Марка Твена «Покупайте землю, ее больше не сделают». Все свободные средства, которые у него были, тут же инвестировались в приобретение деревень, сел и городов рядом с Москвой. Что мог покупал целиком, что не мог покупал кусочками. Иван Калита выловил разбойников, обеспечил безопасную торговлю, использовал свою дружину не для боев с соседями, а для искоренения бандитизма. Поэтому купцы предпочитали ехать через Москву, даже если это был небольшой крюк. Постепенно под власть Ивана Калиты переходят не просто города, а целые доходные бизнесы. И московское княжество Ивана Калиты становится компанией с постоянной перспективой роста. Иван Калита, конечно, был не белым и пушистым, чего стоит только история с подавлением Твери. Он воспользовался первым же подвернувшимся ему шансом, чтобы самым жестоким образом разобраться с ближайшим конкурентом. История эта каноническая, показывающая в очередной раз, как многое может измениться в истории большой, от невероятного стечения мелочей, от действий самого маленького человечка в конкретном месте, в конкретный момент. В Тверь приехала большая татарская делегация, ну, или ордынская, правильнее сказать. И вот кто-то из татар заметил, как один из тверчан повел свою, как описывают историки, весьма тучную кобылу на водопой. Кобыла это очень понравилось кому-то из монгольских баскаков, или членов этой делегации, которые что-то там в Твери делали. Но, видимо, как раз собирали налоги. Началась драка, прибежали еще несколько татар, прибежало много горожан. Город возмутился, ударили в набат, татары заперлись где-то там в центре в хоромах князя. Всех татар перерезали. Князь, который поначалу не знал, какую позицию ему занять, что делать, в конце концов решил не подавлять это народное возмущение, как он должен был бы сделать, как верный вассал орды, а наоборот его возглавить. Ну, казалось бы, благородно, но недальновидно. Возможности Тверсковой рати были совершенно несопоставимы с военными возможностями Орды. И представить себе, что можно было каким-то образом в одиночку устоять, для князя было совершенно неразумно. Первый в Орду помчался Иван Калита информировать о произошедшем, ну, а также предлагать свои услуги в качестве того, кто сам своими силами с Тверчанами разберется. Ну, естественно, при военной поддержке ордынского войска. Калита привел в Тверь ордынцев с колоссальной жестокостью они подавили это выступление. Предатель Калита убивал русских русских. Да, с сегодняшнего дня это смотрится так. Но на самом деле князья Твери и Москвы воспринимали себя как конкуренты, как соперники. Много взаимных обид, много претензий. Тверчане при случае тоже поступали довольно жестоко с московскими князьями. Поэтому это была типичная внутренняя разборка. Это отнюдь не было каким-то гражданским конфликтом внутри единого государства. Никакого единого государства не было и в помине. Калита отработал свой шанс на 100%. Есть даже история о том, что шапка Мономаха это на самом деле никакая не шапка Мономаха, а тюбетейка, подаренная кем-то из ордынских ханов Ивану Калите. Ну, взял он эту ордынскую тюбетейку, как-то ее там украсил образами, оторочил с оболиным мехом и использовал в качестве постоянного головного убора. Самый главный итог княжения Ивана Калиты 40 лет спокойствия ни одной карательной экспедиции на московскую землю. После его смерти княжеский стол заняли по очереди два сына Ивана Калиты Семен и тоже Иван. Иван Калита как и подобает эффективному менеджеру съездил к акционерам в совет директоров в Карде и лично представил Семена как своего преемника поэтому проблема Семена с получением ярлыкана и великого княжения не возникла. Проблемы возникли у него во время эпидемии чумы чума доходила и до Руси и дети его умерли в младенчестве от чумы и сам Семен скорее всего умер от чумы далее правил Иван Красный Иван Красный то есть красивый тоже умер рано эти две трагических смерти и мало детей почти все умерли у одного и другого имели для московского княжества положительные последствия потому что княжество осталось неразделенным и полностью перешло сыну Ивана Красного Дмитрию Ивановичу воспитателем стал митрополит Алексий формально звался митрополитом киевским и всея Руси хотя на самом деле киевскую кафедру он покинул давным-давно перебрался к тому моменту навсегда в Москву русская церковь пользовалась у монголов большими привилегиями поскольку предполагалось что она молится за здоровье ханов русские за что-то молятся если это не за бунт а наоборот в поддержку власти то и пусть себе молятся на здоровье митрополит был воспитателем двух мальчиков двоюродных братьев Дмитрия будущего Донского и его кузена Владимира князя Владимира Серпуховского фактически митрополит Алексий пока князь Дмитрий был малолетним выполнял роль премьер-министра многие документы скреплялись митрополитчей печатью каким был Дмитрий Донской когда вырос довольно высокий крупный мужчина чернобородый энергичный типичный воин типичный боец будучи внуком Ивана Калиты и соответственно праправнуком Александра Невского наверное он мало что взял своего от деда но точно взял от своего прапрадеда вот эту военную мощь бесконечно и вел войны с Тверью в Твери тогда была серьезная крыша как бы сейчас сказали через родственные связи они пользовались с покровительством мощнейшего соседа великого княжества Литовского трижды великий князь Литовский Ольгерт пытался взять Москву и трижды Москву спасала удачная инвестиция осуществленная Дмитрием Донским трижды Москву спасал белокаменный Кремль взять такую мощную крепость они не могли именно тогда Москва при Донском получила название белокаменная Кремлей такого уровня на Руси почти не было огромное 26 гектаров расположены на острове Кремль это треугольник мы себе представляем белокаменный Кремль почти повторяет своими границами нынешний сделанный из красного кирпича специального сейчас Москва река только с одной стороны но раньше мы должны понимать было следующим образом вот так Москва река Кремль на холме во первых на возвышенности с одной стороны Москва река с другой стороны Неглинная и вот здесь вот в устье на стыке Москва реки Неглинки строится Кремль а тут они соединены искусственным каналом рвом который затопляется в случае опасности Кремль моментально оказывается на острове становится практически неприступным кстати строился он поэтапно очень по правильной технологии не так чтобы построили одну стену а потом соседнюю а потом следующую сначала довольно низкую но вместе с башнями уже защиту полным треугольником а потом надстраивали делая стены все выше выше и выше постепенно добившись той неприступности которая никому Кремль взять штурман не позволяла вопрос сколько раз Кремль брали штурман поищите интересно что вы найдете тем временем орда раскололась окончательно часть оказалась под властью темника одного из ханов Мамая темник это командир тьмы тьма это 10 тысяч воинов то есть Мамай был командиром дивизии родной его улуз был Крым и Мамай контролировал правобережье Волги Донской к этому моменту уже опытный воин повоевавшись Тверью с Литвой с отдельными татарскими отрядами отказывается платить Даню отказывается платить ее Мамаю ненастоящему царю и говорит ну вы там разберитесь кто из вас там главное когда у вас закончатся эти разборки с тем я и буду иметь дело ярлык Донскому выписывал Мамай таким образом в глазах Мамая Донской неблагодарный мятешник несколько раз Мамай пытается на Донского на Москву наехать малой ратью не получается пытается отдать ярлык Тверскому князю чтобы от его имени Тверь собирала со всех русских земель налог Донской большой авторитет никто из князей не хочет платить Тверскому князю зачем они отдают часть денег Донскому Донской укрепляет свою дружину свою армию у историков есть мнение что Мамай вообще хотел пойти дальше и в случае победы хотел лишить Москву автономии он хотел превратить Москву в такую же полностью вассальную территорию которая полностью управляется монгольскими татарскими чиновниками договорившись о союзе против Москвы с нашим геополитическим конкурентом Литвой точнее говоря великим княжеством литовским и русским Мамай в 1380 году объявляет большую карательную экспедицию и ведет огромную рать как пишут летописцы против Москвы среди его союзников упоминается еще Рязань вроде бы рязанцы показали какие-то специальные тропы обеспечили проход и снабжение его войска навстречу Мамай выдвигается войско из многих русских земель это не рать Дмитрия Донского это огромная объединенная русская армия даже кстати сказать из великого княжества литовского тоже пришли православные князья бороться с Мамаем на стороне Дмитрия Донского тактика была очень простая вот татарская поиска оно всегда атакует вот вот Дон естественным для Донского было бы закрепиться на этом берегу постараться воспрепятствовать переправе Мамая через Дон удобнее защищаться с этой стороны Донской поступает нетривиально он неожиданно и резко переправляется через Дон по специально наведенным мостам в патриотической литературе фигурирует цифра в 150 тысяч русских против еще большего числа татар вместе с генуэзскими наемниками ну там была сборная команда конечно совершенно нереальные цифры для того времени возможно где-то тысяч 25-30 примерно с нашей стороны может быть чуть более и сопоставимые цифры со стороны Мамая Мамая ждет подхода литовцев вместе их станет существенно больше чем русское войско русские со времен битвы на Калке не выступали в таком многочисленном союзе князей дальше выстраивается наша армия простым образом традиционно для того времени первый полк передний затем основной полк правой руки полк левой руки поле ограничено по масштабу с двух сторон лес здесь лес и здесь лес это сделано для того чтобы татарская конница не могла совершить традиционный маневр когда они полумесяцем охватывали противника обстреливали его такой круговертью постоянным в движении на конях с расстояния вынуждая все время перемещаться защищаться и нести большие потери еще до вступления в основную схватку вот здесь никакого полумесяца не получится Донской уничтожает мосты позади вода отступать некуда психологически очень правильное решение правильное дважды во-первых переправившись через Дон он спровоцировал Мамая на сражение а Донской знает что литовцы еще не подошли они отстают буквально на пару дней Мамая настолько уверен в своей победе татары не имели поражения в больших битвах в 150 лет что он решает не дожидаться литовцев и атаковать Донского Донской встает в ряды передового полка делается это специально чтобы вот этот авангард выдержал первый удар а потом полк передовой отходит соединяясь с основным и вот здесь неожиданно Донской переодевается он снимает золоченые доспехи богатый шлем одевает одного из своих ближних бояр сам одевает кольчугу латы обыкновенного ратника и встает в первые ряды Донской поступил так прекрасно понимая что будут делать татары применил довольно серьезную военную хитрость но хитрости было несколько на самом деле у Донского не один а два резерва первый резерв расположен вот здесь а второй как мы знаем в лесу засадный полк татары всегда их расчет был нанести мощнейший массированный удар поэтому и выстраивается передовой полк в начале прорваться князю и убить князя либо захватить его в плен тогда войско становится неуправляемым неуправляемым не только из-за паники которая возникает но неуправляемым из-за того что находящиеся на поле боя князья связаны личной вассальной присягой с Донским если князь убит ты свободен от присяги ты можешь уйти с поля боя в принципе это не будет считаться ни трусостью ни изменой они смогли прорваться в центр и убили жесточайшей сечи боярина которая была одета в доспехе Донского но все ведь знают русские что это не Донской и никто не бежит и никто не уходит с поля боя и основной полк стоит намертво они ничего не могут сделать Мамай растерян князь погиб якобы стяги князя пали а русские продолжают стоять насмерть татары переносят удар на этот фланг который кажется им самым слабым для нас левый фланг действительно самый слабый и он поддается назад и они наступают татарская конница уже намеривается зайти в тыл нашим окружить и начнется вот эта круговерть окружение с истреблением вставки Мамай уже потирают руки глядя на происходящее с холма русские отступают и совершенно неожиданно они наталкиваются на первый резерв он спровоцировал татар ударить сюда и разрешил в случае чего отступить как только татары оказываются здесь из засады выходит второй резерв засадный полк Владимира Серпуховского прорвавшиеся татары оказываются не только сами не могут зайти нашим в тыл оказываются в окружении с трех сторон начинается паника они бегут Мамай спасся буквально с горсткой своих солдат самого Дмитрия Донскова в помятых доспехах без сознания нашли где-то под срубленной березой чудным образом он остался жив любая армия бежит как известно это психология когда потери достигают 30% мы потеряли половину но наши не отступили ни на шаг 8 дней хоронили потом своих конечно сражение с Мамаем не означало окончание иго потому что это не было собственно войной против Орды война с одним из временщиков захвативших власть чуть позже природный чингизит хан Тахтамыш объединит большую часть золотой Орды и потребует от Руси покорности Дмитрий Донской признает верховенство Тахтамыша а что касается выплаты Дании тоже с этим торопиться Дмитрий Донской не будет Тахтамыш этого не потерпит нападет на Москву опять его пропустит Рязань он появится у стен Москвы совершенно неожиданно Дмитрий не успеет собрать никакого войска даже собственного московского оставит в Москве воеводу дружину которая запершись в Кремле Белокаменном должна будет выдержать любую осаду и выдержала бы любую осаду так же как трижды уже выдерживали осады литовцев однако Тахтамыш обманет москвичей заявив что собственно к Москве не имеет никаких претензий претензий у него лично только к князю Дмитрию который по каким-то причинам не хочет возобновлять выплату Дани Тахтамыш откроют ворота там чуть ли не с хлебом с солью татары ворвутся в город устроят чудовищную резню сожгут все что можно сжечь вырежут всех кого поймают уведут тысячи людей в полон и казалось бы все победы Дмитрия Донского коту под хвост так вот далее последует цепь событий которые называют невероятным везением Москвы сцепятся между собой два хищника и Тамерлан разгромит Тахтамыша Тамерлан это не чингизит крупный военачальник тоже зять одного из чингизитов как и Мамай кстати говоря потом Тамерлан пойдет на Москву дойдя до Ельца неожиданно развернется и уйдет обратно вглубь Средней Азии вот этот неожиданный разворот Тамерлана объяснялся чудом заступничеством Владимирской Богоматери которую привезли специально из Владимира главную икону ту самую икону которую Андрей Боголюбский когда-то привез из Киева частно в Третьяковской галерее а потом Тахтамыш опять решит бороться за власть в Орде вступит в союз с литовцами и великий князь Витовт Литовский и он потерпит поражение все три хищника Тамерлантах Тамыш и литовцы перегрылись между собой а москвичи умели ждать и копить силы границы приращения нашей земли перед Дмитрием Донском казалось бы были невелики но главное в правлении Дмитрия Донского было не собирание земель главное было собирание людей Лев Гумилев писал на Куликово поле пришли москвичи серпуховчане ростовчане белозерцы смоляне муромляне и так далее а ушли с него русские единая Русь действительно родилась на Куликовском поле мы сами себя называли только русской землей а потом Россией но об этом уже расскажу вам подробнее в следующей лекции до следующих встреч муромляне 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 Лев Гумилев . Продолжение следует...